Здравствуйте дорогие друзья! Хочу вам предложить небольшое видео про наработку момента удара при помощи снаряда. Будет интересно использовать в таком виде. Также хочу вам предложить спортивный сбор, майские праздники, Высокогорье, Верхний Гуниб, Дагестан, спортивная база, 2000 метров высота, с 29 заезд, с 10 выезд, обалденный коллектив, воздух, профилактика, в общем всего масса интересного. Ссылка и описание внизу видео, там все подробно. И давайте начнем, сейчас этот момент мы немножко с вами разберем. Вот все понимают, тяжелый мешок, большой мешок, легкий, быстрый. Есть мешки, которые, знаете, как по рельсам двигаются, с ними тоже очень хорошо работать, идешь вперед, движение, все, но ты уже идешь. И вот посмотрите, здесь такой маленький нюанс возникает. Мы все привыкли бить мешок, когда, ну, как говорят, во встречном движении, да, либо уже он висит, стоит, вот этот большой 90-килограммовый мешок тяжелый, то есть он уже вам не дает, ошибиться не дает. Что значит ошибиться? Бьете, не проваливаете, все равно даже корректно ты ударил, некорректно, ну, равновесие ты не потерял. Вот. И по факту ты бьешь тогда, когда тебе, скажем так, удобно, когда тебе хорошо. То есть нету того внешнего фактора, какой им является тот же противник, то же движение. Когда противник двигается на вас, от вас, и вот момент удара, состояние, положение перед моментом удара. Самое простое, самое базовое, что можно сделать, используя этот мешок, это ударное движение, используя фронтальные стойки. И обычно самый простой толчка, выталкивание массы ногами за счет выпрямления колен, при движении мешка, когда он идет, не на вас, не висит, а в тот момент, когда он, очень важный элемент, начинает движение от вас. Именно он начинает двигаться от вас, вы выталкиваетесь с колен. То есть здесь опять, еще второй момент, перенитяжается значение рукой, вы даете сигнал ногам. Вторая ситуация, в чем возникает момент, в чем интерес на это движение. Ударил, выпрямил ты руку, не выпрямил, там кулак так поставил и так, бога ради, ты мешок стоит, ты до расстояния подобрал, тебе удобно, ты не провалился, в принципе, ощущения дискомфорта в локте нет. Но если ты по уходящему мешку, именно по уходящему, момент, когда он начинает, движение от тебя, чуть-чуть, вот сейчас я специально, скажем так, смоделировал, не совсем корректное движение, какое? Разгибание локтевого сустава, то есть движение локтя, разгибание локтя, то есть это движение какое? Это не вперед, это движение вниз. И что со мной сразу произошло? Моментально я потерял равновесие, я стал падать. То есть здесь вам мешок, при этом корректном движении, вперед, вращение плечевого и уже разгибание локтевого сустава, вы ощущаете сохранение равновесия. Естественно, что он, если будет сильнее качаться, где-то можно не успевать, но вы подбираете дистанцию, расстояние где-то руки, и мешок с меня, два удара, тоже успел. Самый здесь, какой еще момент возникает, один из молитвов, напрягся, не успеешь, импульс не успеешь, момент толчка ногами, момент удара. Обратили внимание, что я сейчас третий удар, я не попал по мешку, но я специально, не то что специально не попал, я специально предложил вам эту ситуацию. Я бы на самом деле сейчас, ну я и не успел бы упасть по мешку третьим ударом, но, ребят, нанося третий удар, он показательный чем? Раз, два, три. И я не упал, я не провалился, меня не понесло, я сохранил равновесие. Значит, вот это движение, а тем более использование плечей, было корректно. Естественно, что здесь дальше уже пошли варианты. Вариантов, вот вся ваша фантазия, все что угодно, миллион вариантов. Хорошо, давайте этот элемент спроецируем, а именно, посмотрите, пожалуйста. Качнул, ударил, именно качнул и ударил, не качнул и обратно начиная наклоняться. У вас вот это положение, оно корректно. Не руки перевернул, я весь наклонился, я что здесь стоял, в этой плоскости, в этой, в этой. У меня обе руки остаются как бы в положении, вместе с головой, вместе с плечами, в одной плоскости. Не важно, что она под наклоном. И в этой ситуации у вас как бы локоть немножко уходит вовнутрь. И естественным образом, что отсюда ударить распрямление локтя невозможно. И тогда у вас происходит кулак вперед и естественным образом переворот, вращение плечевого сустава вместе с движением вперед. Что здесь можно еще добавить? Посмотрите, пожалуйста. Могу два движения сделать. Даже два удара. Либо одно, один раз качнул и два удара. Успеваю. Не потому, что я сделал быстрее речь руками, а потому, что была динамика движения. То есть одно движение помогает второму движению. И в итоге третье движение. Получается динамично, то есть поступательно. Большой тяжелый мешок, можно взять более легкий мешок. Здесь уже можно... Пошли варианты какие? Передвижение. Могу ходить мешком. Тот же самый элемент. Я от него отхожу. И в тот момент, когда он начинает движение назад, я совершаю какой-то... Дернул финт, ушел, разогнал себя. В первую очередь, любое неударное движение является предударным. Но так как паузы нет, потому что оно корректное, то оно является разгоночным действием. И самое... На чем я хотел бы еще раз остановиться, это все-таки вот эти действия. Локоть вы сразу почувствуете. Если движение будет некорректным, тем более, если по стоячему мешку еще как-то нивелируется, что он висит, то здесь по уходящему мешку вы сразу почувствуете, если локоть разгибает раньше вот это движение, вы сразу почувствуете это дискомфорт. То есть, и опять-таки, я расслабился. Я полностью расслаблен. Дальше, ближе. Не вот тут я что-то сделал, но ведь я что, качнул. Дал сигнал коленям. То есть, я сохраняю и нарабатываю вот этот алгоритм ударного действия, цепочку удара от ног через плечи в кулак. То есть, вся ваша масса переходит поступательно, используя все ваше тело. Вот такой момент я хотел вам предложить. До встречи. И еще раз. Сборы в Дагестане на весь год, 10 дней, цветение обалденное. Помогает всем, и аллергикам, и астматикам. До встречи. Пользуемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...